Всем привет! Пока школьники переживают о введении устной части в ЕГЭ по русскому языку, студенты могут расслабиться, сесть поудобнее и узнать о самых интересных новостях университетской жизни от команды Универньюз. А расскажу о них я, Дарья Миронова. Смотри сегодня! По секрету всему свету, гости из Финляндии продвинут исследования КФУ. Побеждать – это привычка. В Елабуге завершилась студенческая спартакиада. Гости из страны Тысяча озер посетили КФУ с важной миссией. Кто они и каковы цели, расскажет Аделя Мухамедшина. Казанский федеральный университет продолжает уделять большое внимание укреплению международных и межрегиональных связей, как одному из рычагов развития вуза. 27 сентября состоялся визит делегации финляндской части рабочей группы общественных наук при Финляндской российской комиссии по научному и технологическому сотрудничеству. В состав делегации вошли ученые из университета в Хельсинки, Финского института международных отношений, представители посольства Финляндии и многие другие. Целью визита стало не только ознакомление со старейшим вузом России, но и поиск общих научных интересов, а также установление контактов. В начале встречи делегатам традиционно провели экскурсию по Музею истории Казанского федерального. А после состоялся круглый стол, на котором гости вуза обсудили имеющиеся проекты казанских ученых и молодых исследователей. Можно с уверенностью сказать, что в ряд задач финляндской рабочей группы вошел новый пункт, а именно скорейшее продвижение общественно-научных исследований Казанского университета в известной стране на севере Европы. Аделя Мухаммедшина, Руслан Урозаев, Универньюз. Нефтяная компания «Ритек» уже не первый раз посещает Казанский федеральный. Совсем недавно их заинтересовали исследования университета в направлении термических методов разработки нефти. Что же еще привлекло внимание нефтяной компании, смотрите далее. Куда помещается реактор в виде цилиндрической трубы? Уже не в первый раз к ОФО прибыла делегация компании «Ритек». Напомним, в ходе первого визита представители организации заинтересовались уникальной разработкой ученых КФО для определения направления распространения фронта горения. Для гостей провели экскурсию по лабораториям химического института имени Будлерова, показали лабораторию термического анализа и внутрипластовой обработки нефти. Стоит отметить, что в некоторых из них в настоящий момент ведутся исследования, в том числе и по запросу компании «Ритек». В завершении встречи сотрудники Казанского федерального и компании «Ритек» обсудили дальнейшие планы работы по ряду совместных проектов. Анастасия Иванова, Ленардо Влитяров, Универньюз. О чем рассказывает всемирная сеть сегодня, предлагаю узнать в нашей традиционной рубрике «Веб-Ньюз». В аэропорту Уфу из-за тумана не могут приземлиться четыре самолета, в том числе и с Казани. Семь рейсов задерживаются в аэропорту Башкортостана из-за густого тумана. В Татарстане благодаря мастерству летчика удалось избежать столкновения самолета с авто. Воздушное судно заходило на посадку, шасси уже коснулось земли. В этот момент с левой стороны на перерез самолета выехал автомобиль и чуть бы он не столкнулся с ним. Казань впервые примет межвузовский фестиваль ГТО. Фестиваль «Готовь к труду и обороне» впервые пройдет 1 октября в столице Татарстана. Участие в соревнованиях примут команды 12 вузов Татарстана, в том числе Казанский федеральный. В институте физики КУФУ открылся семинар по современным тенденциям в науках о материалах. Основная цель форума – прямое общение между физиками Казанского университета и участниками семинара из Ирана и установление взаимовыгодного сотрудничества. Байкеры устроили праздник для воспитанников Елабужского детского дома. Воспитанники местного детского дома ждали гостей с нетерпением, ведь у них появилась возможность не только посмотреть на необычные мотоциклы, но и прокатиться на них. Юным нарушителям ПДД раздали световозвращающие элементы. Сотрудники госавтоинспекции за время рейда выявили 8 нарушителей правил дорожного движения. Школьники перебегали проезжую часть в неразрешенных местах. Юным нарушителям раздали информационные буклеты и световозвращающие элементы. В Казани запустят новый вид уличной рекламы проекционную. Новая реклама позволит меньше влиять на внешний облик Казани. Планируется, что на фасаде домов будут проецироваться не только изображения, но и видеоролики. Новый учебный год для студентов-журналистов начался сразу с двух мастер-классов от ведущих специалистов. Кто же эти специалисты, знаем в следующем сюжете. Высшие школы журналистики ждут глобальные перемены. Начало этого года тому подтверждение. Впервые для студентов-журналистов были проведены сразу два параллельных мастер-класса. Медиа образования, оно самое практикоориентированное из всех возможных типов образования, которые существуют у нас в университете. А, собственно, этой практики, этой практической вставляющей не хватает. Уже со следующего года мы переводим баклариат из академического в прикладное. Там, соответственно, будут сформированы программы обучения, уже более корректно, с акцентами как раз на практику, на прикладные дисциплины. В этом году пока еще работают старые программы. Мы решили все равно вводить элементы практики через общение, через активное общение с теми людьми, кто состоялся на медиарынке сегодня. Первый мастер-класс провел Руслан Серазидинов, главный редактор журнала «Деловой квартал Казань». Он рассказал про такую важную тему для журналистов, как интервью. О том, как сделать его оригинальным, какие вопросы стоит задать, а какие нет. А также раскрыл многие профессиональные секреты. Неожиданно узнать о том, что нужно два диктофона. В принципе, довольно интересно и неожиданно. При условии, что ты работал как-то по-другому, а тебе говорят, что лучше делать вот так. Это как-то тоже более помогает дальше в деятельности. Какие-то интересные моменты были тогда, когда ты понимаешь, что ты уже сам мысленно в своей практической деятельности дошел до того, что тебе сейчас советуют. Это тоже было довольно интересно. Второй мастер-класс провел Данил Гениятов, заместитель генерального директора телекомпании ТНВ. Он прошел на татарском языке для кафедры национальной журналистики. Темой мастер-класса стали реформы на ТНВ и специфика работы двуязычного телеканала. Все зависит от творческих людей, насколько у них фантазия и какой спрос у телезрителей. И в этом отношении двухъязычным каналам работать сложновато, с одной стороны, с другой стороны интересно. Например, тот же материал мы можем давать и на русском, и на татарском языке. У нас же есть еще люди, татары, которые не понимают татарского, но хотят узнать больше о татарах, о своем народе. Поэтому как раз вот и программы на русском языке о татарах дают большую пневность. В будущем Высшая школа журналистики и медиакоммуникации ждет новых интересных и именитых гостей. По словам Леонида Толчинского, уже есть более десятка договоренностей с журналистами из Москвы. Всем ученикам одно пожелание всегда. Старайтесь искать учителя во всех людях или во всех ситуациях, которые Вам встречаются. На мастер-классах побывали Инна Федотова, Юлия Парышева, Руслан Урозаев, Универньюз. Экзамены позади, впереди учеба. А между тем первокурсникам Высшей школы журналистики и медиакоммуникации далее развеяться после утомительной подготовки к поступлению. Посвящение – очень важное событие в начале студенческой жизни. Ребята приехали из разных городов и регионов. И как раз этот ритуал – лучший способ сплотить коллектив группы. Ведь вместе и предстоит проучиться еще не один год. Само действие прошло в стиле квестов. Организацию взяли на свои плечи студенты второго курса. Задания на самом деле очень разные. Где-то они умственно подумали, где-то они побегают. Мы постарались их немного спрятать, чтобы было все так просто. Надеемся, что ребятам понравится, потому что мы на самом деле готовились. Ни холод, ни ветер не смог испортить настроение. Разделившись на команды и получив путевой лист, ребята отправились на точки, на которых их ждали второкурсники. Все задания не похожи друг на друга. Где-то ребята читали скороговорки, надышавшись гелием. А где-то отвечали на вопросы, связанные с выбранной профессией. На некоторых точках им пришлось раскрепоститься на публике и спеть посреди самой проходной улицы города. Было задание, не связанное с профессией. Оно было самым рискованным. Одному из участников группы нужно было выбрать одно из десяти яиц и разбить его об свою голову. Подвох заключался в том, что половина яиц были сырыми. Но на удивление из всех команд сырое досталось только одной. Хоть с профессией это никак и не связано, зато хорошие воспоминания останутся в памяти надолго. Абдулин Камиль, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс. В Елабужском институте КФУ завершилась студенческая спартакиада. Через что прошли молодые спортсмены и кому достался подсчетный титул победителя, расскажем далее. Первокурсники Елабужского института КФУ впервые приняли участие в традиционной спартакиаде. Целью наших соревнований это было привлечение студентов к здоровому образу жизни, ну и соответственно отбор в сборную команду нашего института для выступления в вышестоящих соревнованиях. Соревнования проходили по нескольким спортивным направлениям. По признанию студентов старших курсов, нынешние первокурсники показали себя очень достойно. Очень приятно видеть подготовленных первокурсников, которые приходят, поступают к нам. Приятно видеть то, что остается хорошая замена нашему будущему поколению. Университет живет такой насыщенной жизнью именно спорта. Нам очень понравилось выступать на этих состязаниях и мы очень довольны своим результатом. По желанию успеха в спортивных достижениях участники спартакиады получили из уст одного из самых известных спортсменов – экс-чемпиона мира по боксу, а ныне депутата Госдумы России Николая Валуева, который посетил институт в ходе рабочего визита в Елабугу. По итогам соревнований первое место завоевала команда факультета психологии и педагогики. Адель Мухаммедшина, Екатерина Сайбель, Денис Сипаилов, Универньюз. На сегодня это все. Не забудьте купить теплый шарф и перчатки. Холода совсем близко. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!